Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ru. . Семьи строят. Он очень мощный. Тут вообще, то есть его кратенько, сейчас начну, на хутбе завершу. . Поистине мы, говорит Всевышний, предложили небесам и горам взять на себя и понести ответственность. Здесь поясняется ответственный подход к происходящему со взятием на себя ряда обязательств. . Но они отказались нести. И понес это человек. То есть у небес и земли сейчас небо будет так себя вести, а потом что-то там одна планета сюда улетит, другая планета сюда. Какой-то слой уберется. Земля, сейчас она крутится в одну сторону, завтра у него плохое настроение, будет крутиться в другую сторону. Горы вроде спокойно стоят, а тут у них плохое настроение, там буянить начинают. Кого-то раздавили, где-то разрушились. Нет такого. То есть все очень упорядочено. Там выбора нет. Животный мир, растительный мир, подводный мир. Выбора нет. Но ответственность и наличие выбора только у… Да. Мир людей, мир джиннов. В данном случае именно про людей говорится. . И понес эту ответственность человек. . Верующие. Будьте набожны. Мы с вами говорили, набожность в первую очередь подразумевает то, что человек сторонится явно запретных вещей. Прелюбодеяние? Оно прелюбодеяние. Алкоголь? Он алкоголь. Сигареты, наркотики. Все то, что дурманивает рассудок. Ложь. То есть очевидно, явно, понятно. Не надо ничего придумывать. Запретно все. То есть и все. В этом смысле не все, а запретно и все. . То есть проявляйте набожность, то есть сторонитесь явно запретного. . То, что обязательно делайте в меру силы и возможности. . То есть если до этого было таква. Проявляйте набожность пред Богом. Мы с вами пояснили. . То есть если коротко по-русски, то следите за своей речью. А если более подробно . То есть говорите правдивые, правильные, имеющие смысл и нужные слова. Всю жизнь любому мусульманину, практикующему, нужно этот аят и много на этот счет хадисов. Тот же самый хадис, где говорится о том, что . Кто веровал во Всевышнего и в сегодня день, тот говорит благое, либо молчит. Простейший хадис, но в состоянии преобразить жизнь человека просто в корне. Если его применять. И здесь тоже в 71 аяте уже в следующем. Если до этого было сказано проявляйте набожность и следите за своей речью. Говорите правильные, правдивые, имеющие смысл слова. И как результат в 71 аяте юслих. Здесь именно джазм идет. Как результат Всевышний . То есть упорядочит, исправит ваши дела и в смысле, что даст вам свое Божественное благословение в делах. Это раз. . Простит вам ваше прегрешение. Это два. . И кто проявляет покорность пред Аллахом, Богом Господом, и Его Посланником. А до этого как раз была. Покорность в чем? И в набожности. . В том, что следишь за своей речью, правильностью своих слов и правдивостью. . . Кто проявляет покорность пред Аллахом, Богом, Господом, Его Посланником. . Тот победит просто громадно. То есть его победа, она будет величественной. Пояснение в итоге счастья, полнота счастья, победоносность в обоих мирах. . . Всевышний говорит, мы предложили небесам, земле и горам. То есть из того, что мы видим, мы люди, здесь как раздается все это на человеческом, нам понятном языке. Вот небеса, вот земля, вот горы. То есть довольно величественные, мощные, могущественные творения. Всевышний говорит, мы предложили небесам, земле, горам. Предложили. Чтобы они взяли на себя – это ответственность. У нас есть ответственность, у нас людей. И дальше это идет как раз. Наша жизнь, наша душа, интеллект, тело, наша семья, наши дети, наша работа, наш профессионализм, наша вера. То есть . Ответственность, и в пояснении говорится. То есть мы можем это как делать, так и не делать. Небеса, земля и горы не согласились. Им легче было четко следовать тому, как повелел Всевышний. Без наличия выбора. То есть не покорились в смысле, отвергли, не согласились. Нет. То есть они решили ограничить себя только тем, что обязательно, без права выбора. Все. Это намного легче. Потому что, когда есть право выбирать из различного рода соблазна, конечно же, намного сложнее. И ответственность, и спрос. . И в том числе они побоялись . Побоялись. Потому что ответственность, когда у тебя есть право выбора. И это в том числе подразумевает то, что с тебя будет спрос. Небеса, земля, горы. Они по законам Всевышнего четко и ясно, что им положено, то они и делают. А потому ни за что, ни о чем их спрашивать. Человек? Нет. У него есть право выбора. Может выпить. Причем какой-то дорогой, если хороший такой интересный алкоголь. А почему бы? Человек скажет. Ну как? Я же уже такой богат, я же такой крутой. Недавно, как раз, просто по золотой карте летел бизнесом. Ну, из-за того, что у меня золотая карта, был переполнен самолет. Женщины. Там же обычно подают вода, сок и шампанское. То есть я обычно с алкоголем вообще, у меня даже рядом его не бывает. Но в таких ситуациях он рядом оказывается. Потому что рядом человек сидел и он именно взял шампанское. То есть определенный запах. И вот я про себя думаю. То есть народ, ну, совершенно спокойно. Шампанское, такой алкоголь, другой. Даже сегодня. Среди мусульман, посмотри. Да? То есть огромные магазины, где алкоголь. Там, думаете, внешне по-мусульмански выглядящие, да? С точки зрения цвета кожи, там, разреза глаз. Таких нету? Или на тех или иных мероприятиях. Порой мусульмане покруче других будут пить и доказывать, что они в состоянии еще на ногах стоять при таком количестве употребленного алкоголя. Поэтому здесь это, на самом деле, то, что понес человек, не просто. Соблазнов очень много. Оправданий человек себе найдет всегда. Тем более, когда есть возможности. Где там и здоровье есть, и финансы есть. И вот . Небеса, земля, горы – побоялись. . И вот хочешь, не хочешь, но ответственность понес, в квадратных пояснях, по воле Всевышнего, человек. То есть как раз его и отличает от других творений Всевышнего человека, то, что у него есть выбор. У него есть ответственность. Он может взять на себя ответственность, а может и не брать. И часто, например, даже мне, как и мамы, задают вопросы. Да? Например, в семье проблемы, сложности. Два ребенка, три ребенка или один ребенок тяжело болен. Что, мать оставляет детей? Нет. В большинстве подавляющее, девяносто девять и девять десятых. Отец уходит из семьи. Он ответственность за семью, за ребенка. Сразу заводит себе вторую семью, вроде как чего-то. А потом уже даже обеспечивает, перестает. Не обеспечивает свою первую семью. Потому что там сложности, там трудности, а женщина на себя все это несет. Поэтому быть, на самом деле чувствовать эту ответственность за тело. Ну, как сегодня. Сорокалетняя очень часто выглядит, как беременные женщины. Ну, часто. Не мусульмане, да. Не наше прихожане. Но потом посмотришь, страшно становится. Человек, если тем более еще там где-то на пляже, без майки. У него сейчас что-то там выпадет из живота. Ему там всего сорок лет. Для него тело – это просто-напросто какая-то бочка. Забивай ее едой, забивай. Хочешь – кушай. Хочешь – еще кушай. Деньги позволяют – еще кушай. То есть ответственности за тело нет. Ответственности за детей, рождение, воспитание нет. Потому что есть выбор. И вот здесь как раз идет то, что да, небеса, земля, горы не захотели. Они все. Им достаточно, что вот так и все. Человеку дано право выбора. Хотел он того или нет. По воле Всевышнего человек понес ответственность. . И завершается этот 72 аят очень интересным таким фрагментом, моментом. Что да, человек понес ответственность. . . Оба слова, характеризующие человека в данном случае, они в усиленной форме. . То есть поистине человек, то есть человеку нужно это иметь в виду. Но человек – это крайне грешен. Крайне грешен. . . Это не просто залим, а залюм. То есть в то же время притеснение себя, других, у него просто порой высшие уровни в этом бывает. . И очень невежественен. Не просто . Невежественный, а . Это совсем безграмотный, совсем невежественный. Ну, и здесь я поясняю то, что Всевышний, подчеркивая этого аяттия, естественно, втором в концовке, говорит о том, что человеку будет непросто. И с учетом его любви к греху и притеснению. И с учетом его невежества и отсутствия стремления к знаниям. То есть эти вещи нужно учитывать и понимать, что зульм и притеснение себя и других и невежество не помогут нести ответственность. Наоборот, превратят человека в безответственного. И 73-им аятом эта сура завершается . Для чего это амана? Это ответственность. Для того, чтобы в итоге . Всевышний в итоге накажет лицемеров и лицемерок. То есть те, кто среди верующих, здесь поясняю, они делали одно. В обществе безбожников позволяли себе уже совсем другое. То есть для чего это амана? Ответственность и право выбора. Чтобы в итоге лицемеры и лицемерки – мужчины и женщины. . Язычники и язычницы – мужчины и женщины. Чтобы они получили свое божественное наказание в Судный день. . И также ответственность, когда человек берет на себя ответственность за себя, тело, интеллект, душа, семья, дети. Он берет на себя эту ответственность за все эти перечни жизни. Разные этапы. Он берет на себя, но в любом случае он не ангел, не идеален. Да, это ответственность, умение взять на себя ответственность. В то же время для того, чтобы Всевышний простил верующим мужчинам и верующим женщинам. То есть они не идеальны. Они взяли на себя ответственность, верование, быть людьми с большой буквы, быть родителями, благонравными детьми своих родителей, мудрыми родителями для своих детей. Эту ответственность они на себя взяли. Но они не идеальны. Поэтому они нуждаются в божественном прощении в тех или иных случаях. Здесь, как раз, идет и Всевышний – это дано возможность выбирать, нести на себя ответственность для того, чтобы наказать в Судный день тех, кто этого заслуживает, не взяв на себя ответственность. А также помиловать тех, кто заслуживает Божественного помилования. Это верующие мужчины и верующие женщины. . И Аллах, Бог Господь, Он Всепрощающий и Всемилостив. То есть пока мы, люди живы, всегда есть над чем работать, есть возможность измениться. Главное – в лучшую сторону. . 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